С самого утра в школе НР-53 многолюдно, несмотря на каникулы. Сюда на сдачу единого государственного экзамена пригласили педагогов из базовых школ Автограда. Всего две сотни человек. Все условия созданы так же, как на настоящем ЕГЭ, как сдают дети. То есть учителя сегодня побудут в роли учеников, наверное, прочувствуют, каково это сдавать ЕГЭ. Ощутить себя в роли ученика решилась заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов. Куратор социальной сферы, в прошлом учитель истории, не сомневается. Его присутствие воодушевит коллег-педагогов. В прошлом году я набрал 76 баллов. Правда, это не очень-то высокий балл, но для непрактикующего учителя я считаю это нормально. Другой преподаватель истории, получивший высший балл по итогам прошлогоднего тестирования, к этой проверке относится крайне негативно. У Раушана Валиулина есть сомнения и по поводу прозрачности процедуры, и по поводу применимости полученных результатов. При сдаче ЕГЭ в прошлом году обещали предоставить рекомендации, методическую помощь, но ничего этого не было, говорит он. В этом году я планирую сдать чистый лист, подписать фамилию, имя, и не ответить ни на один вопрос, не вписать ни одного слова. Сдать чистый лист, но таким образом показать, во-первых, свое отношение негативное, к тому, что заставляет вновь проходить эту процедуру. Все мы люди с высшим образованием, все мы сдавали экзамены. И вновь обращаться к этому, вновь заставлять это писать, по-моему, издевательство какое-то и пренебрежение личным достоинством. По заявлению самих проверяющих, тестирование проводится лишь для самопроверки педагогов. Никаких карательных организационных мер в отношении тех, кто покажет невысокие баллы, применять не будут. Результаты сдачи ЕГЭ учителями станут известны примерно через две недели. Татьяна Коронаева, Петр Греков, Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.